Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на канал и нажать колокольчик, дабы не пропускать наши новые видео. Погнали, друзья! В сегодняшней серии мы с вами попробуем провести такой эксперимент. Что будет, если Луна упадет на Землю? Да, мы знаем, что Луна является единственным небесным внеземным объектом, на который ступила нога человека. Своей гравитацией вызывают приливы на Земле. Приливы вынудили раннюю жизнь в океанах распространиться на сушу. Благодаря Луне, ось Земли остается устойчивой, предотвращая колебания. Брать Луну и начались бы резкие перепады времен года. Но что, если Луна начнет сближаться с Землей? Возможно ли это? Так, ну давайте попробуем. Давайте. Так, значит вот наша Земля. Давайте сейчас мы к ней прямо-таки начнем наше сближение. Наша Земля, наша Луна. Немножко давайте замедлим время. У нас почему-то очень все быстро происходит. Мне это не нужно. Так. Давайте попробуем представить, что какой-нибудь крупный астероид наподобие мистической Нибиру, да, проник в Солнечную систему. По своей траектории он прямо-таки сейчас пролетит рядом с Луной, тем самым замедляя ее. Тогда Луна вообще, по идее, у нас должна начать сближаться с Землей. Так, вот наша Луна. Я не знаю, удастся ли этот эксперимент. Давайте попробуем, добавляем объект. Ну, астероид я не буду никакой запускать. Давайте попробуем, наверное... Так, что у нас Луна? У нас Луна по радиусу 1738 километров. Надо что-нибудь побольше. Давайте примерно что-нибудь вроде Марса запустим, да? Давайте попробуем. Вот так, я не знаю. Я надеюсь, сейчас столкновение никакого у нас не должно произойти. Давайте вот так вот. И вот чуть ближе, чуть ближе. И запускаем наш Марс, который прямо-таки пролетает рядом с Луной. Не знаю, что сейчас получится. Собьет ли он Луну со своей орбиты. Так, давайте... Ой, нет, по-моему, у нас сейчас будет столкновение. Боже, нет, я не этого хотел. Нет, нет, нет. Давайте перезапустим полностью симуляцию. Ну, если этого сейчас не удастся, тогда мы будем пробовать другие эксперименты. У меня их сегодня заготовлено аж целая куча, короче говоря, для вас. Именно с Луной, да, связанная. Так, берем нашу Луну. Давайте поближе к ней. Примерно вот так. Так, добавляем объект Марс. А, подожди, он будет притягивать, я смотрю, да? Он притягивает Луну, боже. Ну, давай попробуем вот так, что ли? Давайте вот в эту сторону. Запускаем наш Марс. И я надеюсь, притяжение не сделает свои дела, как только что у нас... Это получилось! Нет, у нас было столкновение. У нас было столкновение с Луной. Так, ну, а если чуть подальше? Слушай, я добьюсь все-таки своего, я сделаю это. Давайте обратно к Земле. Так, Луна, 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 Луна. Вот наша Луна. Чуть подальше. Скорость ставим меньше. Добавляем Марс. Запуск. Запуск. Наверное, вот, может быть, по этой траектории запустить. Давайте посмотрим на Луну. Что там вообще произойдет на ней, не произойдет. Изменится ли скорость. Скорость у нас... Давайте переведем в километры в час. Так, скорость у нас тысяча. Кстати, да, скорость, смотри. Скорость, я тебе скажу, снизилась. Это действительно так. То есть, в принципе, в принципе. Насколько мы знаем, что скорость Луны вокруг Земли где-то около 3680 километров в час, да? Ну, посмотри, скорость сейчас у нас упала. То есть, давайте представим, что этот объект у нас, короче, каким-то образом попал в нашу солнечную систему. Ну, и посмотри, да, Луна меняет свою, по-моему, траекторию. Опять, опять это чертово столкновение. Ладно. Ну, хорошо. Мы доказали, в принципе, то, что если какой-то огромный объект будет пролетать рядом с Луной, то он по-любому изменит ее движение, да, ее курс. Так, ну, теперь давайте просто тупо возьмем, замедлим скорость Луны. Давайте остановим чуть-чуть время. Берем нашу Луну. Так, скорость у нас, вот она, километров в час. 3690 километров. Давайте просто вот так вот, можно сказать, вдвойне изменяем, да, замедляем нашу Луну. Теперь немножко ускорим само время в симуляторе. Будет ли сближение? Будет, да, по-моему, Луна, да, Луна, Луна. Стой, 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 не так быстро, не так быстро. Луна у нас уже прямиком пчится на Землю. Так, где наша Луна? Вот наша Луна. Так, жалко здесь, как в Space Engine, да, не показывает расстояние до объекта. Но посмотри, я тебе скажу так, что на Земле уже начались ужасные отливы и приливы. Вообще, если бы Луна стала бы сближаться с Землей, то на Земле начались бы катастрофичные отливы и приливы. Полный цунами достигали бы, наверное, высоты где-то приблизительно, ну, до 8 километров. Это точно. То есть, все прибрежные города полностью были бы у нас с вами затоплены. Так, ну что ж, давайте попробуем посмотреть. По идее, по идее, сейчас Луну при приближении к нашей Земле, да, если она будет очень близко находиться с нашей Землей, то ее просто должно разорвать гравитацией Земли. Да, Луна у нас должна превратиться, знаете, в эдакое подобие, наверное, колец на Сатурне. Так, давайте посмотрим. Ой, по-моему, по-моему, у нас просто будет падение, просто колоссальное падение, и все. Так, ну-ка, стой, 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 я хочу посмотреть, посмотри, какие здесь жесткие отливы. Посмотри, вот именно здесь, да, где у нас, это у нас Япония, я так предполагаю, Австралия, да, жесткие прямо отлики, такие от берегов Австралии начинаются. Ну, и что, и что мы, да, мы, да, теория верна, посмотри, теория верна. Если Луна находилась бы слишком рядом с Землей, да, тут, ну, я не знаю, сколько тут расстояния, приблизительно, вообще, по идее, где-то, если по теории, да, знаете, короче говоря, расстояние 9000 километров, то Луну, по-моему, должно у нас разрывать просто гравитацию Земли, да, в принципе, это и происходит. Но Луна сейчас настолько находится близко рядом с Землей, что земляне просто бы офигевали бы от этих видов, то есть Луна была бы очень близко, и ночное небо, наверное, скорее всего, как бы, знаете, было бы очень неярким, потому что свет от Солнца, падая на Луну, да, отражается, и мы ночью видим светящуюся яркую Луну. Но, представляешь, это на расстоянии всего лишь, всего лишь, да, 400 тысяч километров, а здесь расстояние 9000 километров. Так, давайте немножко ускорим время. Конечно, остальные части от Луны у нас будут падать 100% на Землю со временем, может быть, да, ну, не сразу, я не знаю. Так, что у нас по Земле? Давайте быстро пробежимся по статистике, мне интересна статистика. Так, температура у нас не должна, в принципе, никоим образом измениться. Так, Земля, высота, вот, кстати, да, паровая масса. Вот, глубина воды, посмотрите. Давайте возьмем тот же какой-нибудь из океанов, да. Так, Атлантический океан, я так понимаю, да. И что у нас? Так, подожди, если скакать от Северной Америки, то здесь глубина воды становится как бы меньше, то есть у нас происходят сейчас огромные отливы, а потом у нас происходит огромный... Блин, цунами. Так, ну, я хочу дождаться, дождаться все-таки того момента... Сейчас, подожди, что у нас по движению планеты? Движение планеты у нас, кстати, тоже сейчас должно... Вернее, наоборот, оно должно сейчас у нас ускориться, но почему-то у нас... Так, вращение, вращение... Период вращения 23 километра в час. А, 23 часа, простите. Ну, то есть обычные сутки. Обычные сутки. Я не понимаю, Луна у нас то ли улетает куда-то, то ли она все-таки будет вращаться рядом с Землей? По-моему, нет. Луна у нас как-то по своей траектории, короче, посмотри, улетела. Но какие-то части все-таки у нас пали на Землю. Я не знаю, Луна полетит дальше? Да, наверное, скорее всего. Ну, давайте тогда откроем новую симуляцию, да, и попробуем... Так, сейчас подождите. Попробуем с вами разместить Луну на расстоянии 9000 километров от Земли. Примерно. Посмотрим, как ее просто должно разорвать гравитацией Земли. Так, добавляем новый объект. Где у нас спутники? Вот наши спутники. Берем Луну. Так, 26 тысяч, 9 тысяч. Вот, примерно так. Подожди, надо в обязательном порядке замедлить скорость. Вот так вот, да, 10-11 тысяч километров. И давайте посмотрим, понаблюдаем, как будет происходить разрыв Луны. Давайте ускоряем, ускоряем время. Да, Луна начинает распадаться за считанные, прям я тебе скажу, секунды. И огромные-огромные части просто сыпятся на Землю. Вообще, по идее, ну, скажу так, да, огромные куски Луны, они сразу же прямиком устремятся на Землю. А вот мелкие, они образуют небольшое кольцо. Но я скажу так, что землянам здесь реально будет не поздоровиться, короче говоря. Так, по отливам и приливам я что-то не успел посмотреть. Но, по-моему, у нас точно... Стой, подожди, вот давай посмотрим по Африке. Так, что у нас здесь происходит? По-моему, да, какие-то, не знаю, что-то здесь у нас затопило на континентах. Давай ускорим немножко время. Меня интересует больше всего, знаете, Северная Америка все-таки. Так, подожди, по-моему, да, у нас Калифорния, штаты Калифорнии у нас затоплены. Так, я не понял, по-моему, у нас в Нью-Йорке тоже были какие-то отливы и приливы. Я этого немножко не успел заметить. Ну, давайте посмотрим, образуется ли у нас в дальнейшем кольцо. Да, по-моему, что-то видать, какое-то кольцообразование, такое, знаете, маленькое какое-то напыление. Луна у нас вообще, посмотри, какая она стала маленькая. Всего лишь... Размер ее составляет 99 километров. Это офигеть. Посмотри, какая маленькая стала Луна. Так, ну, давайте просто теперь попробуем, наверное, самую такую просто, как говорится, я не знаю, как назвать. Я не назову ее тупой симуляцией. И просто запустим Луну в Землю. Давайте замедляем время. И запускаем наш объект. Наш объект, где наша Луна. Так, спутники. Спутники, Луна. Запустим. Так, нажмем на паузу. Чуть-чуть, может, подальше. И вот таким образом запускаем Луну в Землю. Запускаем симуляцию. И у нас сейчас будет катастрофа. Подожди, стой, стой, стой. Я хочу приблизиться к Земле. Будут ли сейчас какие-то стоки отливы? Здесь вообще, по идее, вся вода должна сконцентрироваться именно в этом месте, собраться. А потом вылиться огромным цунами. Так, сейчас, по-моему, не поздоровится. Сразу же Гавайям. Давай, побыстрее, побыстрее еще. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Посмотри, какая огромная огненная волна прошлась по Земле. Ааа, что у нас по температуре Земли? Давай посмотрим состав движения. Обзор. Ммм, так. Плотность, по-моему, росла. Радиус возрос, но почему-то он сразу же начинает падать. Ну, скорее всего, какие-то... Скорее всего, часть Земли, да, выкидывает в открытый космос. Смотри, Австралию то топит, то непонятно. Там вода девается. Да, вот это вот жесткие отливы. Ты посмотри. Так, ну здесь, я так понимаю, вот по Европе, по Африке прошлись огненные... Своего рода цунами, да, огненная ударная волна. Поэтому здесь, прямо я так скажу, всё опустошилось, всё высохло, просто всё выжгло. Но, тем не менее, здесь, посмотри, есть жизнь. Так, что у нас... Так, я так и не видел. Что у нас по... Ммм... Кстати, можно было бы посмотреть, какой жёсткий отлив воды был вот при приближении Луны, да? Так, Луна у нас где-то упала примерно вот в этом месте. Так. Нет данных толщины льда. Чё, лёд весь растаял, что ли? Да, действительно, посмотри. Большие массы Антарктиды полностью растаяли сразу же от такого удара. Так, южному полюсу, по-моему... Вернее, северному полюсу как бы ничего, да? А южный полюс у нас полностью растаял. Так, ну давайте промотаем время. У нас Земля сейчас, как всегда, должна полностью, блин, восстановиться. Это как всегда. Хотя, по-моему, по-моему, вот сейчас я вижу, половина жизни точно исчезла. Но я скажу, что если произойдёт такая катастрофа, такое сближение Луны и Земли, то, ребята, вас не спасёт ни один бункер. Ну, как-то так, что ли? Ну что, друзья, надеюсь, вам понравился данный эксперимент. Я всё-таки доказал все теории учёных. Может быть, я что-то упустил? Пишите комментарии. Обязательно их почитаю. Отвечу на все ваши комментарии. Обязательно поставь лайк, подпишись на канал и нажми колокольчик, дабы не пропускать наши новые эксперименты. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok